Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета Рабочих Корреспондентов. Тема занятия. Специфическая определенность российского капитализма. Читает лекцию кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Юрков. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема, которую в целом, можно сказать, здесь мы неоднократно уже, наверное, обсуждали, но стоит в связи с теми событиями, которые сейчас идут в России, в мире, стоит, наверное, пообсуждать ее еще раз. И давайте, прежде чем мы приступим непосредственно к определению тех самых специфических определенностей российского капитализма, вспомним, в каком мире мы вообще сейчас живем. Я думаю, что здесь, в этой аудитории, товарищи все грамотные, знают, что сейчас мы живем в эпоху паралитарских революций. Эта эпоха началась в 1917 году. Началась она с Великой Октябрьской социалистической революции. Произошла она в тот момент, когда во всем мире уже набрал, так сказать, скорость и развился до своей высшей стадии капитализма, то есть до империализма. Капитализм тогда был империалистическим. И с того момента мы имеем вот эту эпоху, то есть череду революций и контрреволюций социалистических в различных странах. Ну и если мы имеем в виду именно эту эпоху, то сейчас как раз мы находимся в том ситуации, когда мир фактически разделен на два противоположных лагеря. Один лагерь капиталистический, который, капитализм в котором, естественно, является империалистическим и развился до своей высшей стадии. К этому, к этой части мира относится и Российская Федерация на данный момент, в которой произошла контрреволюция. И большой, такой, можно сказать, блок, лагерь стран, либо социалистических стран, то есть те страны, в которых произошла социалистическая революция, была установлена диктатура пролетариата, но социализм еще не построен. Эти страны находятся в переходном периоде. И есть страна Корейская Народная Демократическая Республика, в которой социализм построен. Она находится в низшей фазе коммунизма, в социализме. Ну вот, имея в виду такое положение во всем мире, мы должны рассмотреть Российскую Федерацию. И, как я уже сказал, в Советском Союзе произошла контрреволюция. И сейчас в Российской Федерации, я думаю, что в этом никто не сомневается, на лицо имеет место капитализм. И когда мы говорим про капитализм вообще, мы имеем в виду, в первую очередь, капитализм по его определению. Если говорить об определении капитализма, то есть о том качестве, которое сохраняется во всех изменениях капитализма, какие бы мы капитализмы не рассмотрели, в какой бы стране мы не рассмотрели этот капитализм, всегда есть качество, которое сохраняется во всех его изменениях и активно противостоит переходу в иное. А для капитализма что иное? Ну понятно, что для него, с одной стороны, иное – это феодализм, а с другой стороны, иное – это социализм. Так вот, это то качество, которое сохраняется во всех изменениях и противостоит переходу в иное для капитализма, которое является определением, это всеобщность товарного производства. То есть, все становится товаром, все есть товар, и в том числе товаром становится рабочая сила. То есть, товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила становится товаром, есть капитализм. Ну и соответственно, никто, наверное, не сомневается, что как бы некоторые граждане не пытались обозвать ту общественно-экономическую формацию, которая сейчас имеет место налицо в Российской Федерации, эта экономическая формация по определению капиталистическая. С определением капитализма вроде разобрались, но если мы говорим про наличное бытие и вспоминаем те категории, которые изучаются в самом первом томе науки и логики Гегеля, то у любого наличного бытия, мы рассматриваем капитализм как наличное бытие, могут быть определенности. Если говорить формально, это не бытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. И вот этих определенностей может быть очень много. И вообще говоря, у капитализма, у российского капитализма, у капитализма бразильского, у аргентинского капитализма, у европейского и американского определенностей очень много. Например, какие определенности могут быть у капитализма? Что мы можем назвать? Мы можем назвать, например, безработицу Это определенность капитализма, которая присуща ему Но если, например, можно представить, что в какой-то момент развития в какой-то стране при капитализме Ну, может так случиться, что безработицы не будет Но от этого капитализм не перестает быть капитализмом Вот такая определенность капитализма вполне можно назвать Низкий уровень жизни рабочих является определенностью капитализма? Да, конечно, мы это наблюдаем в подавляющем большинстве капиталистических стран, но опять же есть страны, имея в виду империалистических хищников, которые снимают при империализме дополнительную ренту за счет грабежа прямого других стран. Капиталистических стран, зависимых стран, ограбляемых. Они этой рентой, в общем, могут делиться с рабочим классом и низкий уровень жизни рабочих, как я назвал определенно, одна из определенностей капитализма, понятное дело, определением к определению капитализма прямого отношения не имеет. Но определенностью вполне является. Наличие инфляции точно так же является определенностью капитализма? Да, конечно, практически в любой стране капиталистической вы сможете найти инфляцию, которая является имманентным уже таким свойством капитализма, имманентной определенностью капитализма после таких фундаментальных, с точки зрения капиталистического миросозерцания, теоретических работ Джоэна Мейнарда Кейнса, в котором он показал, что проще организовать господам капиталистам инфляцию и обеспечить повышение уровня цен на все товары, за исключением товара рабочая сила. И таким образом контролировать тот протест рабочих, которые возникают в связи с ухудшающимся положением рабочих при капитализме. Ну и можно назвать другие специфические особенности, на самом деле, капитализму, которые будут являться его определенностью, уже конкретного капитализма, скажем, может быть страновая особенность, да, страновая определенность капитализма. Понятно, что, как я уже сказал, бразильский капитализм, он отличается по определенности, вот то, что он бразильский, это в принципе его определенность такая специфическая. Российский капитализм тоже можно сказать, вот просто по, так сказать, географическому положению этого капитализма, это такая определенность, тоже капиталистическая определенность. И в этом смысле капитализм это различные отличаются, можно найти различия. Но есть еще и исторические различия развития того, как капитализм развивался. И вот здесь, если мы посмотрим на историческую определенность капитализма, то мы увидим, что в России эта особенность именно является специфической. В каком смысле? В том смысле, что в других капиталистических странах капитализм развивался из феодализма, развивался на основе феодализма, происходила буржуазная революция. Буржуазия приходила к власти сначала экономически, а потом и политически, и исторически. В других странах капиталистических капитализм выходит из феодализма. И у нас в Российской Федерации, точнее, если говорить не про Российскую Федерацию, а про Россию начала 20 века, Российскую империю, тот капитализм и общественно-экономическая формация капиталистическая, которая наблюдалась с февраля 1917 года до октября 1917 года, она имела ту же самую определенность, как и в других странах. То есть, она вышла из феодализма, произошла в тот момент февральская буржуазная революция, и капитализм, в общем, специфической в этой смысле особенности не имел. А тот капитализм, в котором мы живем сегодня, он, конечно, эту специфическую особенность имеет. Почему? Потому что исторически тот капитализм, при котором мы живем, он вышел не из феодализма, а вышел из социализма. То есть, из более высокой формации и вышел, естественно, с отрицанием этой формации. Отрицание это произошло в форме контрреволюции. Случилась буржуазная контрреволюция в Советском Союзе. И раз так, произошло отрицание социализма, ну, как мы знаем, изучая диалектику, зрячего отрицания такого отбрасывания пустого быть не может. И наш российский капитализм во многих отношениях содержит в себе те черты, которые он унаследовал в снятом виде от социализма. И когда мы говорим о социализме как таковом, как нас учит Маркс о том, что, если мы говорим об определении социализма, то социализм – это тот строй, который еще только вышел из капитализма, а значит, во всех отношениях, в экономическом, нравственном умственном несет отпечатки старого строя. И если для социализма вот эти отпечатки в нем капитализма являются его определением, конечно же, потому что как раз определение социализма заключается в том, что это не полный, не развитый коммунизм, коммунизм в первой фазе, который несет те самые отпечатки капитализма в себе, то те отпечатки социализма, которые мы наблюдаем сегодня в российском капитализме, они также носят, можно сказать, характер нравственных, экономических и умственных отпечатков, но они являются не определением нашего капитализма, а его специфической определенностью. И давайте вот об этой специфической определенности как раз немножко и поговорим, в чем она заключается. Ну вот я сказал, что определенность эта заключается в том, что есть отпечатки экономические, нравственные и умственные. Давайте их отдельно и разберем. Если мы говорим об экономических отпечатках социализма в сегодняшнем российском капитализме, то мы можем указать на следующие отпечатки. Ну, во-первых, уровень жизни трудящихся в целом и рабочих в частности, он не является каким-то сверх тяжелым по отношению к другим странам, прямо скажем. Он все время ухудшается, как в любом капитализме, он, естественно, все время ухудшается, но сказать, что трудящиеся Российской Федерации живут там так же, как трудящиеся, скажем, в Бразилии или в Латинской Америке в целом, в общем-то, такого сказать нельзя. И уровень, постоянно ухудшающий уровень жизни трудящихся, он все-таки начинался с достаточно, мы начинали с достаточно высокого уровня жизни, и в экономическом, конечно, плане многие блага, которые социалистическое общество давало советскому трудящимся, от них капитализм так быстро отказаться не смог. Хотя, если, так сказать, дело пойдет так и дальше, он вполне от этих экономических завоеваний еще советского строя вполне себе откажется. Дальше, те отпечатки, которые содержит наш российский капитализм, заключаются в том, что трудовой кодекс Российской Федерации, а трудовой кодекс регулирует экономическую жизнь общества, экономические отношения между работодателем, между собственниками средств производства сегодняшними и трудящимися, вообще и рабочими в частности. Так вот, этот трудовой кодекс также в себе содержит отпечатки тех завоеваний, которые были сделаны еще во времена Советского Союза. Нельзя сказать, что трудовой кодекс полностью является наследием Советского Союза, но та борьба, с которой мы пришли к современному российскому трудовому кодексу, конечно, в своей основе, своими корнями идет к борьбе еще во времена Советского Союза, ну и периода разрушения Советского Союза. Какие же завоевания в Трудовом кодексе, которые остались еще у российских трудящихся, можно назвать? Ну вот так обычно ссылаются на статью 134-ю о повышении реального содержания уровня заработной платы, когда говорят о Трудовом кодексе, и что, мол, вот эта статья, она как бы позволяет трудящимся бороться за повышение реального содержания заработной платы. Ну и действительно, эта статья позволяет, так сказать, формально бороться за это повышение, но никакой ответственности у господ работодателей по отношению к нарушению этой статьи, если они не обеспечивают это повышение, в общем-то говоря, и нет. Не уголовный кодекс, точнее так, не административный кодекс, не уж тем более уголовный кодекс, никаких санкций к работодателю, если он не повышает реальное содержание заработной платы, как я сказал, ни уголовный, ни административный кодекс никаких наказаний для работодателя не содержит. Так а в чем, собственно говоря, суть? Как сегодняшние трудящиеся российские рабочий класс могут обеспечивать это повышение? Ну вот тут тоже некоторые товарищи, которые хотят вести борьбу какую-то на заводах, на предприятиях, часто используют главу, ссылаются на главу 60, который описывает индивидуальные трудовые споры. Вот, эта глава хорошая, но, собственно говоря, вообще там описаны некоторые вещи, которые можно индивидуально делать трудящимися на российском капиталистическом предприятии. Но, как мы знаем, никакого результата особенного в индивидуальной борьбе рабочие, трудящиеся на предприятиях, никакого эффекта, никаких завоеваний достичь не могут. А вот что действительно содержательного в Трудовом кодексе, и то, чем определяется как раз борьба за статью 134, это глава 61, которая определяет, как рассматриваются и разрешаются коллективные трудовые споры. Те трудовые споры, которые организуются значительной частью трудового коллектива. И здесь я бы так сказал, что самая основная ключевая статья, которая записана в Трудовом кодексе, и, как я уже показал, является тем самым отпечатком еще советского строя в этом Трудовом кодексе, это право на забастовку, статья 409. То есть право на забастовку, которое закреплено законом в Трудовом кодексе. И это право на забастовку, собственно говоря, трудящиеся и рабочие могут использовать для того, чтобы обеспечить то самое повышение реального содержания заработной платы, улучшение условий труда, ну и в целом даже сокращение рабочего времени. И вот в главе 61, как я уже сказал, в ней остались еще те самые рудименты, которые, в общем-то, позволят в будущем обеспечить образование, организацию советов и советской власти на предприятиях. А какие вещи могут обеспечить советскую власть? Какие вещи сейчас уже прямо в законодательстве в Российской Федерации могут дать значительные права трудящимся на предприятии? Статья 412, которая обеспечивает обязанность сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. И в частности, эта статья подразумевает, что орган, возглавляющий забастовку, он не просто может принять меры по контролю обеспечения порядка во время забастовки, но он обязан, там прямо написано, что забастовочный орган, вот этот вот, забастком фактически, он обязан принять меры по обеспечению порядка во время забастовки и сохранности имущества. Ну а если этому органу нужно эти меры принимать, что значит обеспечение порядка и сохранности имущества? Это значит, что вообще говоря, забастовочный орган, забастком во время забастовки, я подчеркиваю, именно во время забастовки, отвечает за то, что происходит на предприятии. И вот это вот, вот это право и обязанность, которые налагает буржуазное право на забастовочный орган, это является, конечно, таким отпечатком в нашем сегодняшнем капиталистическом обществе, отпечатком, в известной степени отпечатком социализма. Ну и дальше, если мы рассматриваем экономический аспект тех самых отпечатков социализма, то можно говорить и о ядерном щите, который достался Российской Федерации от Советского Союза. И понятное дело, что в сегодняшних условиях, если бы не ядерный щит, который защищает Российскую Федерацию, то я думаю, что, в общем-то, военные действия шли бы уже в основных городах Российской Федерации, безусловно, потому что блок НАТО совершенно не церемонился бы с Россией. А тот ядерный щит, который мы унаследовали от Советского Союза, он позволяет, в общем-то, хотя уже борьба перешла в горячую фазу, она уже открытая, вооруженная, война, можно сказать. Ядерный щит все-таки защищает Российскую Федерацию от прямой агрессии стран НАТО в отношении России. Ну и если вообще говорить о промышленности Российской Федерации, то во многих наукоемких областях эта промышленность опирается на достижения Советского Союза. Можно сказать, что космическая отрасль – это в большей степени те достижения, которые мы получили во времена развития советской промышленности, металлургия, предприятия, основные крупные предприятия были заложены и, в общем-то, становились во время, еще при коммунистическом способе производства, при социализме в Российской Федерации. И, в общем-то, наличие этих предприятий и их благополучное функционирование в капиталистических уже условиях является тем самым экономическим отпечатком социализма в сегодняшнем российском капитализме. Идем дальше по тем самым отпечаткам, по той, в целом, определенности, которую мы рассматриваем. Дальше можно рассмотреть действительно нравственный аспект, который отпечатался, нравственный социалистический аспект, который отпечатался в сегодняшнем российском буржуазном обществе. Если говорить о нравственном аспекте, то можно указать, конечно же, в первую очередь победу Советского Союза и Советского народа, Советских трудящихся в Великой Отечественной войне. Советский народ, в общем-то, в мировом масштабе, в войне с фашизмом, принял на себя самую тяжелую ношу, другие буржуазные страны помогали в этом, но основную ношу в борьбе с фашизмом принял на себя советский народ. И сегодня уже мы видим тот самый отпечаток, вот этот результат того, что советский народ боролся с фашизмом, мы видим сегодня в борьбе с современным фашизмом, уже с фашизмом во внешней политике, как мы его называем, с фашизмом, с американским фашизмом на экспорт. Заключается эта борьба в том, что, в общем-то, когда начались действия еще в 2014 году в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, да и в дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня, мы видим, что российские трудящиеся активно помогают в борьбе с американским фашизмом на экспорт, помогают тем, что идут добровольцами защищать республики Донбасса, Запорожье, Херсон и так далее. Идут и добровольцами, вступают в ряды регулярной российской армии сейчас уже, но на протяжении длительного времени, с 2014 года, и добровольцами трудящиеся российские шли туда, и помогали всячески денежными средствами, материальная помощь шла непрерывно на Донбасс и на территорию Луганской Народной Республики. И, в общем-то, вообще говоря, вот эта помощь в борьбе с фашизмом, который, в общем-то, уже никто не сомневается, что это такой открытый фашизм, американский фашизм на экспорт, в этой борьбе российские трудящиеся показали то, что вот эта нравственная нота борьбы с фашизмом присуща российским трудящимся, и можно сказать, что, конечно, в большой степени роль того, что это присуще российским трудящимся, заключается в том, что советский народ в качестве наследия той победы, советского народа, в Великой Отечественной войне и в победе над фашизмом, о которой мы говорили. Ну что, можно идти дальше, теперь говорить про умственные отпечатки. Мы говорили, что отпечатки в экономическом, нравственном и умственном аспектах. А какие отпечатки в умственном аспекте мы можем назвать? Ну, во-первых, как таковой сегодняшний рабочий класс, единственный, пожалуй, ну или, так сказать, тут надо аккуратно говорить, еще есть рабочий класс Корейской Народной Демократической Республики, есть Китайской Народной Республики рабочий класс, но вот все-таки надо сказать, что именно российский рабочий класс имеет в вас такой серьезный исторический опыт создания советов. Причем не только практический опыт создания советов, которые были созданы впервые рабочим классом стихийно в Иваново-Вознесенске, то есть не только практический опыт, но и теоретически осознанный опыт. Этот опыт осознан теоретически. Он был в первую очередь осознан Владимиром Ильичом Лениным, и Владимир Ильич впервые сам рассмотрел в советах именно ту самую форму диктатуры пролетариата, которая на данный момент является единственной стабильной формой диктатуры пролетариата. Ну и в дальнейшем, в общем-то, и советская наука, и наши товарищи, которые осмысляли эту проблему советов, теоретически показали то, как развиваются советы, их роль в обеспечении диктатуры пролетариата, каким образом они устанавливаются и строятся. И вот этот опыт, надо сказать, что он, судя по всему, не воспринят трудящимся и рабочим классом в других странах, по крайней мере, капиталистических странах, он не воспринят. А российские трудящиеся, имея этот опыт и имея это теоретическое осмысление, конечно, вот этот отпечаток социализма в понимании роли советов, он у российских трудящихся присутствует. Да, в этом смысле можно сказать о действиях, вот сегодняшних действиях во Франции, да, трудящихся во Франции. Вроде там товарищи выходят на забастовки, устраивают, значит, чуть ли не стачки, выходят там периодически, правда, они как-то машины жгут при этом, но это мы опустим. В целом они требуют, у них правильные требования, заключающиеся в том, что они просто не хотят повышения пенсионного возраста, не хотят ухудшения своей жизни, но делаете, выдвигаете правильные требования, они, конечно, опыта такого построения советов и понимания того, что такое советы и как они зарождаются на предприятиях, и что советы являются вот этим корнем, основанием для советской власти. Они, естественно, не имеют такого опыта, и как-то вот они этот опыт российского рабочего класса, они не очень осмысляют. Ну и поэтому надо сказать, что, в общем, скорее всего, в данном случае французских трудящихся, в общем-то, ждет поражение на этом пути. Такое может быть не сразу же, но в конечном итоге они как раз погрязнут в той самой экономической борьбе, не имея в виду и не видя, каким образом экономическая борьба является моментом в общей борьбе рабочего класса. Ну и дальше, если говорить про опечатки умственные в современном капитализме российском, конечно, они заключаются в том, что само изучение, сам марксизм и его изучение в Российской Федерации не находятся под какой-то угрозой. Мы вот тут с вами спокойно изучаем этот марксизм. Никто за учеными, которые изучают активно марксизм и вносят марксистское миросозерцание в рабочий класс, никто их не преследует, пока, по крайней мере, на данный момент. Марксизм не является каким-то там запретным учением, хотя, понятное дело, что для господ буржуа это самое, что ни на есть, экстремистское учение. Но при всем при этом в России мы спокойно марксизм изучаем, марксизм пропагандируем и марксизм развиваем. И, конечно, та свобода, с которой мы это делаем, в том числе, можно говорить, что это отпечаток той борьбы, которая проходила в Советском Союзе при социализме в СССР. Да, также именно российский рабочий класс имеет опыт построения партии рабочего класса. Есть понимание, что без авангарда рабочего класса, без его партии, рабочий класс, в общем-то, обречен на поражение в классовой борьбе. И все это также является наследием социализма. Опять же, продолжая эту тему, сам опыт борьбы с контрреволюцией имеется именно у российского рабочего класса, у российских трудящихся. Причем этот опыт, он такой двойственный. С одной стороны, он осознан сейчас с теоретической точки зрения, то есть, вполне понятно сейчас, что отказ от диктатуры пролетариата ведет к поражению. Отказ не только даже от диктатуры пролетариата, но и от борьбы за укрепление диктатуры пролетариата ведет к поражению рабочего класса. И я бы сказал, что вот это понимание этого момента, оно так закрепилось, и этот пункт не является, в общем, каким-то уже дискуссионным, в основном вот в теоретическом поле именно российских марксистов, российских исследователей. Греческие товарищи от диктатуры пролетариата то отказываются, то не отказываются. Ну и от других партий в других странах, которые называют себя коммунистическими, скажем, в Соединенные Штаты Америки, они диктатуру пролетариата, конечно, не осознали, и необходимость этой диктатуры пролетариата они не понимают. А диктатура пролетариата для них это какая-то такая химера, которая в общем вовсе не обязательно. Да, но если говорить о том, что о тех положительных моментах, о отпечатках социалистического общества в современном капитализме, я вот эти моменты указал, перечислил, рассмотрели мы их, но, как следует из диалектического понимания вообще говоря, конечно, не только позитивные моменты указанные были взяты в снятом виде из социализма. Понятное дело, что сама контрреволюция принесла такое сокрушительное, надеюсь, что временное поражение рабочему классу. Рабочий класс вообще говоря в такой, в значительной своей части, не во всей, далеко не во всей, но в значительной части от борьбы, от классовой борьбы отказался, посчитал, что ее вести при социализме уже не надо, повелся на те самые истории господина Хрущева, предателя рабочего класса о том, что, мол, уже коммунизм построен, все, дорогие товарищи, расходитесь, никакой борьбы не будет, он уже созрел и перезрел, социализм тот самый, ну и рабочий класс, в общем-то, на эту удочку попался. И вот то поражение, которое он потерпел в переходном периоде от социализма к капитализму и уже с приходом капитализма как наличного бытия с 91-го года, сейчас рабочий класс, имея в виду, что это тоже, в общем-то говоря, отпечаток социализма в сегодняшнем капитализме, рабочий класс сегодня находится в таком, ну, таком разобранном, можно сказать, состоянии, после серьезного-серьезного поражения в одной из классовых битв, он еще, очевидно, не оправился, и рабочему классу это еще предстоит пройти путь возрождения к борьбе, классовой борьбе. Ну, а если подытоживать этот разговор, то, в общем, собственно говоря, как действовать нам, коммунистам, в текущей ситуации, имея в виду то, что наш капитализм имеет специфическую определенность, вот ту самую, о которой мы сегодня говорили, нам, конечно, эту специфическую определенность нужно всячески использовать, нужно использовать и теоретические исследования, и теоретическое понимание, и развитие марксизма, и осознание того, каким образом, почему и как произошла контрреволюция в Советском Союзе, использовать те самые экономические завоевания еще Советского Союза, использовать те отпечатки в буржуазном праве, о которых мы говорили, для того, чтобы агитировать рабочих на борьбу за свои коренные интересы, за сокращение рабочего, продолжительности рабочего времени, за увеличение реального содержания заработной платы, за улучшение условий труда, за последовательное создание советов, установление советской власти и организации и обеспечения диктатуры пролетариата. Спасибо. Вопросы. Вы сказали, что одна из определенностей капитализма является низкий уровень жизни рабочего класса. Почему ФРА ставил задачу по повышению заработной платы до стоимости рабочей силы, которую рассчитываете по критерию уровня жизни, мелкого буржуа? Разве это осуществимо в условиях капитализма? Приведите примеры, в каких странах это достигнуто. Здесь надо сказать следующее. Как раз те требования, которые мы предлагаем выставлять рабочим в качестве требований по заработной плате, их масштаб, их мера определяется теми самыми достижениями Советского строя, Советского Союза, которые подразумевают и наличие у советского трудящегося, у советского рабочего и жилья, квартиры, где он живет, в которые он может завести семью и воспроизвести себя и свою семью, воспроизвести себя как рабочего на определенном уровне. И этот масштаб задает нам как раз уровень жизни в Советском Союзе. Поэтому я не знаю, почему вы пишете здесь по критериям уровня жизни мелкого буржуа. С вашей точки зрения, если в Советском Союзе жили мелкие буржуа, то я так не считаю. В Советском Союзе рабочие и трудящиеся как раз имели тот уровень жизни, за который мы предлагаем российским рабочим бороться. Разве это осуществимо в условиях капитализма? Все требования, за которые мы предлагаем бороться рабочему классу в условиях капитализма неосуществимы. Но это не значит, что за них не надо бороться. Приведите примеры, в каких странах это достигнуто. В различных странах очевидным образом уровень жизни рабочих различен. И, скажем, уровень жизни рабочих в Соединенных Штатах Америки отличается от уровня жизни рабочих в Российской Федерации. Соответственно, делиться той частью прибавочной стоимости, которую сегодня буржуазия забирает себе, вполне буржуазия может. То есть, доля прибавочной стоимости, которую буржуазия присваивает, она разная в различных странах. И это очевидно. Поэтому, как пример, любая страна, одна страна по сравнению с другой является в данном случае примером того, что условия различные, они зависят от борьбы рабочего класса. Почему нравственный отпечаток социализма в капитализме явился тем стержнем, вокруг которого трудящиеся Российской Федерации оказали отпор экспорту американского фашизма и даже воюют с ним на Украине. Но при этом трудящиеся Украины стали его жертвой и даже поддерживают путем участия в ВСУ. Да, мы видим, что украинские трудящиеся тот самый стержень в борьбе с фашизмом в массе своей не получили. Хотя, можно сказать, что народ Донбасса, его можно относить в момент, когда он отходил от Украины и определился, что он хочет идти, не хочет участвовать в американском фашизме на экспорт, это как раз была часть трудящихся Украины в тот момент. Поэтому и украинские трудящиеся, в общем-то, с этим самым американским фашизмом вполне себе борются. Да, часть воюют и пошли в ВСУ. Ну, такой факт. Есть ли отпечатки? Знак вопроса. Не понял. Может, социалистические отпечатки за эти 32 года ушли вместе с советскими людьми, умерли? Россия не другое, буржуазное население. И в них еще сильна пятая колонна. То есть, может, нет уже отпечатков? Значит, я показал, какие отпечатки у нас есть. Они не только в головах людей, но и они в общественной жизни непосредственно, эти отпечатки, эти самые. Значит, россияне, это современные россияне, это, конечно, не советские люди, не эквивалентны советским людям, но и другое, иное буржуазное население, потому что мы живем при буржуазном строе. Но что вы хотите сказать-то? Социалистические отпечатки, которые мы рассматривали на протяжении сегодняшней лекции, они остались, это очевидно. Возможен ли мирный переход от капитализма к социализму в Российской Федерации в среднесрочной перспективе, с учетом тех особенностей, о которых вы говорили, а также влияние на развитие событий в РФ, событий на Украине? Я думаю, что, что вы понимаете здесь под мирным переходом от капитализма к социализму, необходима социалистическая революция, ее надо будет производить. Насколько эта социалистическая революция будет мирной, в том смысле бескровной, это зависит от того, насколько будет рабочий класс готов к этой революции. Без революции, социалистической революции, переход к социализму невозможен. Те особенности, те отпечатки социализма, которые мы имеем сегодня в капитализме, как я сказал, их надо иметь в виду, в том числе при агитации, нам иметь в виду при агитации рабочих к борьбе, а самим рабочим в той самой борьбе, которую они ведут. А также влияние на развитие событий в РФ, событий на Украине. Да, события на Украине влияют на события в РФ. И это влияние зачастую, как я вижу, вполне себе положительное, по крайней мере, на развитие промышленности РФ. Значительное число областей. Я занимаюсь разработками в сфере самых высоких современных технологий, различных телекоммуникационных решений и связей. Так вот, видно, что в Российской Федерации господа буржуа приняли решение делать свое производство. Это прямо сейчас видно. И поэтому, если они развивают свое производство, это значит, что будет необходимость в большем количестве рабочих. И это прямо сейчас видно. Потребность рабочих на предприятиях, в том числе и военно-промышленного комплекса, но не только. И гражданского назначения оно повышается. Соответственно, влияние, те события, которые происходят на Украине, напрямую влияют на развитие промышленности в Российской Федерации. Спасибо. Вопросов больше нет. Записавшись на выступление также нет. Заключительное слово. Дорогие товарищи, да, я в качестве заключительного слова хочу сказать, что вопрос этот, как я с самого начала говорил, мы поднимали здесь неоднократно. И еще раз повторю, что те самые отпечатки, которые имеются, и определенность специфическая, которая имеется в российском капитализме, нам нужно ее использовать вовсю, по максимуму, в нашей пропаганде, агитации и в классах об обед. Спасибо. Спасибо вам, Кирилл Ильич. Объявление. Встречаемся. У нас последнее занятие. Следующий четверг. Четвертого мая. Тема занятия «Экономические и политические требования при забастовках». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Детерев. Так что, встречаемся. Следующий четверг. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok